Всем привет! Сегодня я опять лечу в Германию. Мы едем в аэропорт. Результат на тест я не получил. Посмотрим, как это все пройдет. Но знаете, я заполнял регистрацию на въезд в Германию и там при заполнении онлайн, когда указывает ту страну, из которой вы прилетаете в Германию, к какой категории она риска относится. И вот что касается США, то здесь, если вы из США прилетаете в Германию, то здесь нужно либо доказательство о том, что вы переболели не старше 6 месяцев, либо доказательство о том, что вы сделали PCR-тест, либо что вы вакцинированы. Ну вот вакцинация у меня есть, поэтому я так понимаю, что тест этот я зря сделал, но я его сделал на всякий случай. И вот время у нас 11 часов дня. Делал я его вчера утром, примерно в это же время, чуть пораньше даже, часов в 10. И результата до сих пор нет. Обычно всегда, когда я делал, делал вечером, утром получал результат. Но я думаю, в течение дня еще придет. Я лечу сначала в Атланту, а рейс уже непосредственно в Германию. У меня будет где-то в районе полшестого вечера. Поэтому до того момента, я думаю, если вдруг понадобится, то этот тест у меня будет. Ну а сейчас немножко посмотрим, как все будет проходить. Лариса меня везет. С детьми я попрощался дома. Здесь тещи заходили. Проводили. Встречать они не могли, так как они были больны коронавирусом. А вот проводить уже они выздоровели. Ну и смотрим. Коротко еще, пока мы едем. То есть сегодня самый теплый день будет. Завтра уже так тепло не будет. Сегодня на улице будет в Миннесоте. Именно вот в регионе Миннеаполиса. Будет 17 градусов плюс по Цельсию. Это очень тепло. Вчера было примерно так же. Я практически, ну везде, где мы ходили, я ходил в футболки. И было очень-очень солнечно. Я почему говорю, что 17 градусов? Потому что уже на следующих выходных ожидается снег. Поэтому здесь погода резко поменяется в обратную сторону. И будет достаточно прохладно. Посмотрите, какое скопление. Очень много. Почему сегодня автомобилей? Курильное помещение здесь в Миннесоте в аэропорту. Смотрите, здесь люди очень много кудрят. Видите, бычки даже не влазят больше в Миннесоте. Багаж я сдал. То есть два своих больших чемодана. Осталась тут ручная кладь. Очень много народа. Вот посмотрите, очередь вот здесь начинается. И вот там написано меньше 7-30 минут. Если я увеличу вот здесь, чтобы пройти security checkpoint, чтобы контроль, чтобы пройти на гейте. Да, я уже с Ларисой поговорил. Да, и вот такую вот штуку здесь увидел. Здесь небольшой ремонт. Ну, в аэропорту. Как-то я снимал все заборами. Такими огорожено было. И в результате получилось вот что. И как-то я работал на заводе в Германии 18 лет, который производил именно вот эту вот пленочку, которая вот здесь внутри, между стеклами. Это, возможно, может быть даже наша пленка. Да, ну, красиво получилось. Вот здесь тоже так оригинально все. А это лампочки какие-то вроде бы. Да, это лампочки. Все, лампочки. Обычные лампочки или необычные. Да, зашел в аэропорт и забыл, что маску нужно одеть. Уже в очередь на багаж сдавать. О, 35 минут стоит. Мне надо торопиться. Но всего осталось тут час до вылета. Так, 30 минут. 40 минут уже. Поэтому пойдем в левую сторону. Там я и выйду на улицу. Нужно еще перекурить. Да, кстати, что касается моего теста на коронавирус, он мне не понадобился. Просто достаточно было показать, доказать что о вакцинации. У меня есть специальный для этого дигитальный паспорт. А результат так все еще и не пришел. Сегодня очень много. Когда я встал, в очередь было 25 минут. Сейчас уже стоит 40 минут. Вот видите. 40 минут. Поднадобится пройти в чекпоинт. Да, ребят, я всю эту толпу обогнал. Потому что я Sky Priority использую. Я стоял в очереди. Там есть отдельная линия, Sky Priority. Стоит человек. Ну, каждый не пропускает. Я что-то долго ждал. Потом подошел, спросил. Говорит, линия закрыта? Она говорит, нет. Ты, типа, летишь? Я говорю, да. И, в общем, она говорит, проходи. Ну, я, конечно, показал этот свой пас красный. На телефоне дигитальном. И все. Я ускорился, не знаю, на минут на 30 точно. Да, и поэтому, если вдруг кто полетит, имейте в виду, три часа до вылета советуется, рекомендуется быть в аэропорту, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Чтобы попасть на рейс. Вовремя. Изначально было запланировано, что я полечу на большом. Ну, как, стояло у меня так в графике, что будет большой самолет. То есть, обычно на таком я летаю из Америки в Германию, где идет 2-4-2 сиденья в один ряд. И поэтому, я думал, я выброс в 15-е место, а тут подхожу, попить надо. Нет, я только что хотел зайти, показать, как самолет выглядит. А, оказывается, самолет, ну, сам самолет тип изменился, а сиденья все равно остались так же. То есть, 2-4-2-3 самолет будет большим так же. Да, вот, что я вставки сделаю. Первое рейсо вот сейчас на Атланту и второй на Франкфурт. Как выглядит изнутри самолет? Не полностью, конечно, только одну зону. Да, Эф-14, мой гейт. Ну, тут все на куче. Очень много народу. Борли ничего не началось. 45 минут осталось до вылета. Да, в общем, пошел я по своим Sky Priority. То есть, вперед все, после бизнес-класса. А мне говорят, так, или интервенциальный полет, тебе нужно еще пройти отдельную, так сказать, проверку. То есть, есть ли у меня прививка, есть ли у меня тест, есть ли у меня разрешение. То есть, перед въездом 3 дня до надо заполнять данные свои, давать, откуда въезжаешь и так далее. Каким рейсом. В общем, пошел я опять туда, стоял там минут 15. И теперь я один из самых последних. Видите, за мной никого нет. Захожу в Самарю. Птичка огромная, да. То есть, точно такая же, почти по размерам, на которую я полечу во Франкфурт. Спасибо. Мы слышим. И во catalog. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 сообщают то есть вся информация приходит вам просто на телефон да чуть я не проспал самолет признаюсь честно иду себе снимаю видео и тут говорят последнее предупреждение и мое имя называется я подбежал еще успел зайти в самолет но до вылет еще 20 минут но я один из последних зашел я чуть-чуть напугался есть и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...